Поводов для беспокойства нет. Эти ребята просто желают друг другу счастья, добра и благополучия. Такие традиции у армянского народа. Вардавар для них – божественный праздник, который отмечают ровно через 14 недель после Пасхи. Он символизирует преображение Господним. Сам фестиваль стал поистине объединяющим. Торжеством в Сургуте присоединились и представители других национальностей. Наш Сургут с вами, он очень многонациональный. И сегодня мы встречаемся с вашей диаспорой. И не только вы здесь на площади, но и все представители всех наших национальностей Сургута здесь. Я рад, что площадь практически вся заполнена, что вот это место приобретает новое такое притяжение. И я думаю, что мы многие праздники общегородские принесем сюда. У праздника много обычаев. Так в небо запускали белых голубей, а дамам дарили красные розы. Глава города Вадим Шувалов тоже присоединился к этой традиции. Дождя в этот день не обещали, но бульвар четыре сезона захлестнула вода. Собравшихся гостей поливали пожарные из брандспойтов. Такой сюрприз в этом году организаторы подготовили для гостей. И это не случайно. Праздник известен своим обычаям взаимного обливания водой. Водичка огонь, праздник огонь. Вот прям как раз для такой нашей сургутской погоды. Это для нас замечательный праздник. Это нереальный праздник. И, блин, на эту воду нельзя обижаться. Это очень святой праздник. Это нереально. Это просто эмоции. Организаторы отметили, что были готовы к любым капризам погоды. Но ей не в силах было помешать отметить любимый праздник. К слову, партнером Вардавара в Сургуте стала новая радиостанция «Восток-ФМ». Ее можно услышать, настроив свои приемники на частоту 89,5. Судя по восхищенным визгам, крикам, счастливым лицам, горящим глазам, улыбкам на лицах, я могу сказать, что сюрприз удался. Если будет минус 30, тогда может повлиять. Все, что больше нуля, когда вода не замерзает. Если вода не замерзла, это уже праздник состоится. Юлия Плескачева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости.